всем привет мои дорогие сегодня собираем вот такие небольшие но очень милые букетики получается нежная красота для начала необходимо подготовить основу основу для букетов у меня сегодня будут составлять вот такие крафтовые стаканы наполнителем послужит пеноплекс я аккуратненько укладываю обрезки пеноплекса в стакан и основную часть мне необходимо будет обернуть бумагой тишью для того чтобы замаскировать в дальнейшем все возможные погрешности букете я использую зеленую бумагу тишью при желании конечно можно воспользоваться линейкой можно взять циркуль для того чтобы нарисовать круг обвести его затем уже вырезать но я делаю это на глаз мне так быстрее и удобнее особенно это удобно когда собираешь несколько букетов сразу и для того чтобы ускориться ну и когда уже рука немножечко набита ты знаешь сколько нужно вырезать какой диаметр круга в общем то процесс сам по себе уже настроен но линейку я все-таки использую для того чтобы отрезать крафтовую бумагу и здесь я уже подгоняю бумагу под стаканчики для своих стаканчиков я отмерила длину и ширину которая мне необходима это примерно 35 сантиметров на 40 но вы уже ориентируйтесь на свои крафтовые стаканчики либо на ту емкость которую вы будете использовать также возможно подойдут и пластиковые стаканы края я вот так приклеиваю с помощью двустороннего скотча это получается 4 склейки с каждой стороны затем между этими склейками нужно сделать еще склейки таким образом подгибаем уголки и приклеиваем также на двусторонний скотч этот способ сборки стаканчиков я вам уже показывала у меня было видео где я собирала также мини букеты но там использовались немножечко другие цветы и другая зелень для сборки после того как я еще четыре раза сделала склейку я снова между образующимися рельефами крафтовой бумаги делаю небольшие сгибы но уже не приклеиваю ничего а просто затем прокручиваю все в одну сторону таким образом у нас получается гармошка на стаканчике возможно вам на первый взгляд покажется что это довольно таки сложный способ сборки и формирование основы для букета но это совсем не так после того как первый стаканчик будет готов уже дальнейшие пойдут просто на ура ну а как только уже гармошка получилось и мы все это провернули в одну сторону необходимо обрезать лишние края и сделать такой круг для своего стакана для своей заготовки для будущего букета поэтому берем ножницы и аккуратненько срезаем лишнее оставляя небольшой бортик сверху ну и собственно все стаканчик получается очень фактурным красивым стоит отметить конечно что бумагу для обертывания можно использовать абсолютно любую подойдут любые тона я взяла вот такую интересную красивую бумагу в горошек мне она очень нравится и букеты получаются симпатичными но для того чтобы украсить свой стаканчик конечно же нужно приклеить бант поэтому я беру ленточку использую также двусторонний скотч для того чтобы ленточка держалась хорошо и завязываю бантик также можно поступить чуточку по-другому просто ленточку приклеить обрезать концы отдельно сформировать бант и уже на месте склейки этот бант приклеить но мне этот способ нравится больше и я уже на поток поставила сборку таких стаканчиков поэтому оставляю такой вариант за собой края ленты необходимо подпалить ну а дальше уже переходим непосредственно к сборке самих букетов я подготовила цветочки сегодня это у меня вот такие небольшие розочки и также я еще использую пионы которые под цвет этих самых розочек и залила получается мне сегодня такой нежный тон розово-белый поначалу не планировала вставлять в букет топперы но потом посмотрел у меня в наличии оказалось два топперы и я взяла еще один также немножечко решила затонировать топперы золотым цветом зелень насадила на зубочистки так как букетики у меня небольшие ну а уже цветочки на шпажки для того чтобы стаканчик не выделялся из букета сверху я решила еще немного добавить бумаги тише и вот так спрятать контур стакана по моему получилось очень даже симпатично и таким образом ничего не будет видно даже сбоку то есть зубочистки и шпажки вылезать не будут вначале центр я вставляю цветочек и уже от него начинаю формировать свой букет сборку всех последующих букетов я ориентирую на первый для того чтобы мои букеты были похожими разумеется расположение цветов может быть любым в каждом букете но вот их количество и наличие зелени должно быть идентичным и вот такая красота у меня получилось все мои дорогие всем отличного настроения пока